МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о многодетности. Про урву. Плодитесь и размножайтесь. Это первая заповедь, данная человеку. Где тот предел, который может означать, что она уже выполнена в каждой конкретной семье? Какое количество детей может считаться идеальным? Как обеспечить все нужды подрастающих отпрысков? Как сочетать родительскую функцию с карьерным ростом? Да и возможно ли такое сочетание? Каково отношение еврейского закона к так называемому планированию семьи и контрацепции? Что ждет еврейский народ в недалеком будущем, если рождаемость в его среде не повысится? Вот те вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня. И, надеюсь, ответы найдутся. Ну а начнем мы, как обычно, с попытки выяснить, как относятся к многодетности наши соотечественники. Первая заповедь, которая прозвучала на нашей земле, была такой – «Пру-Урву» – «Плодитесь и размножайтесь». Надо сказать, заповедь приятная в исполнении, а посему, казалось бы, люди не должны были отказываться. И тем не менее, проблемы с деторождением начались уже на заре человечества. Еще Адам и Хава сомневались в целесообразности продолжения рода. Об этом же задумывались и их потомки. Английский экономист Томас Мальтус, например, породил знаменитую теорию о неспособности земли прокормить все возрастающее человечество. И в связи с этим требовал сокращения рождаемости. Евреи всегда придерживались обратного принципа. Они следовали указанию «Плодитесь и размножайтесь» безо всякой задней мысли. А в ответ на мальтовские рассуждения о голоде, якобы ожидающем размножившуюся человеческую популяцию, изрекали древнюю еврейскую поговорку, что ребенок всегда рождается с куском хлеба в руке. Сегодня, правда, и на еврейскую улицу просочились идеи Мальтуса. Послушаем, что думают о многодетности современные израильтяне. Нет такого понятия идеальное число. Каждый решает в соответствии со своими ощущениями. Двое, я считаю, не надо больше. У моей сестры три, это уже слишком много. Двое. Одному скучно, а трое – это много. Оптимально, вероятно, три. Правда, это не подкреплено моей практикой, но вот желательно. У меня трое здесь, и идеально это три-четыре. Зависит от того, какая семья. Но вообще четыре – это хорошее число. Четыре-шесть. Одинаково, как раз обоих полов. Как минимум, человек обязан выполнить заповедь – «Плодитесь и размножайтесь». То есть родить мальчика и девочку, а каждый, кто увеличивает число детей, благословен. Двое, трое, а я бы сказала пятеро. А у религиозных вообще восемь. У меня трое. Я не жалею. Было бы возможно, сделала бы больше. У меня три мальчика, очень хотела девочку. Пять-шесть. Пять. Много детей – это хорошо. Подытожим. Много детей – это хорошо. Потому что еврейский народ пережил фараонов и кесарей, инквизицию погромщиков Хмельницкого и Гитлера. А вот по силам ли нам демографический кризис, который сильно сокращает нашу численность – это большой вопрос. Итак, как оказалось, большинство наших соотечественников относятся к многодетности положительно. Как сказала одна из участвовавших в опросе женщин, много детей – это хорошо. Но, кстати, у этой женщины это было лишь теоретическим рассуждением. А сейчас мы узнаем, что может сказать по этому поводу женщина, которой приходится сталкиваться с большим количеством детей на практике. Знакомьтесь. Мать восемь миллионов сыновей, педагог по специальности. У нее две степени по педагогике. Женщина, которая занимается общественной деятельностью – Элла Гоцын. Элла, добрый день. Да. Вот там сейчас прозвучало в нашем опросе такое мнение, что у религиозных вообще восемь детей. Ну, я так понимаю, попали прямо в точку. Хотя не у всех религиозных именно восемь детей. Я знаю семью, где 22 ребенка, но у вас именно восемь. Ну вот расскажите нам, как мать, что это такое иметь восемь детей в доме? Ну, я бы сказала, что ничего особенного нет. У нас очень много таких семей. Восемь детей – это еще не пик, скажем так, предела рождаемости, многорождаемости. И я надеюсь, что у нас еще будут дети. Ну да, потому что вообще-то мальчики – это недостаточно в семье. Я знаю, что в каждой семье, где есть только мальчики, хотят еще и девочек. Чего мы вам и желаем. Спасибо. И все-таки, как вам удается сочетать быть матерью восьмерых сыновей, я думаю, что это очень непросто само по себе, и еще заниматься педагогической деятельностью. Вы математику преподаете? Да. Да. Как вам это удается? Ну, кроме всего, я хочу, конечно, объяснить. Значит, педагогическая деятельность – это одна сторона, а вторая сторона – это общественная деятельность, которая намного больше занимает сил и энергии. Скажем так, мы вообще по Израилю занимаемся распространением еврейства среди русскоязычной публики. И на недавнем конгрессе, конференции, которая была в Квархабаде, я хочу поблагодарить Эстер, которая выступала там, и очень большое впечатление. Ну, это можно было ставить за кадром. Ну, неважно. Значит, мы на этом конгрессе решили, что каждая женщина прибавит в зажигании субботних свечей, так как свечи, они вообще символизируют свет, благословление в доме, успех. И дети – это тоже наш успех, это наше благо. Рождаются дети ради счастья. То есть всех детей мы рождаем в счастье, они счастливы, что у них много братьев, они друг другу дают это тепло. И тепло распространяется по всему дому. То есть дети у меня помогают, они являются частью нашей деятельности, как и общественной, так и педагогической. То есть я занимаюсь с девочками, преподаю математику в старших классах. Но что я хотела по поводу зажигания свечей, которые мы хотим действительно провести такую акцию. 26 февраля – это день перед Пуримом. Как раз в Паздник Пурим у нас выходит в Муцейшаббат. И Шаббат перед Пуримом, в пятницу, мы хотим провести эту акцию, добавить в еврейских домах больше света, зажечь, чем больше свечей. И поэтому я хочу попросить, чтобы наши телезрительницы помогли нам и, может быть, тоже добавили, если они сами не зажигают, а зажечь, девочки и мамы. И бабушки. И бабушки. Все зажигают субботние свечи, прибавляют в свой дом много счастья, много света, любви и согласия. И если вы хотите, то сообщите нам об этих результатах, сколько света вы добавили, сколько свечей конкретно вы прибавили. Мы сейчас на экране покажем номер телефона, который Элла сейчас назовет «Слух». Пожалуйста, если хотите, запишите и сообщите о своих достижениях. Элла, я так понимаю, готова принимать ваши звонки? Да. Мы готовы принять звонки и подсчитать, и потом, если разрешить, даже можно в эфире опубликовать. Опубликовать, сколько света появилось в нашей стране благодаря этой акции. Да, значит, 077-211-7701. Этот номер телефона. Можно звонить в любое время. Звоните, пожалуйста. У меня вопрос по нашей теме. У меня у самой шесть детей, и я знаю, как это непросто. Маме, работающей, воспитывать детей в доме. Да и на самом деле, стать материальной точкой зрения, особенно в эпоху кризиса. Ну, все справляются, я знаю. Все-таки, вы учитель математики, вам, наверное, будет понятно, что у меня шестеро, у вас восемь. Это больше, это, наверное, сложнее. Как дать ребенку все необходимое, чтобы он получил? Не только материальные какие-то вещи, ну, не знаю, кружки, образование. Сталкивались вы с этим, и как вы справляетесь? Да, дело в том, что, действительно, наши дети максимально заняты, кроме того, что они учатся, у них учеба, это, скажем так, работа. С восьми до четырех, очень строго, старшие даже до пяти учатся. После этого у них четыре раза в день спорт. Четыре раза в неделю? Четыре раза в неделю, извиняюсь, да. Спорт. Они занимаются спортом, всевозможные кружки, у них есть музыка. Мой муж преподает гитару, он обучает детей. Они занимаются в хоре, школьном хоре при школе Тальмутура. А какого возраста дети? От и до? Значит, старшему 13 лет, бармитсва. Вот он как раз два месяца назад отметил свою бармитсву. А младшему год? Я знаю последний мой вопрос, я немножко вмешиваюсь в личную жизнь. Я слышала, что у вас в семье было чудо, что некоторое время назад вашему мужу врачи сказали, что больше детей у вас не будет никогда, и тем не менее они продолжают рождаться. Ну вот видите, наверное, благословление в наш дом, оно как вошло, так и не хочет выходить. Слава Богу, у нас действительно был такой момент, когда муж проходил очень серьезное лечение, химиотерапию.